Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, речь сегодня в евангельском зачале идет о том, что вдова просит неотступно, и в конце концов судья дает ей то, о чем она просит. Ну вот, как многие из нас могут столкнуться с тем, что ты чего-то хочешь, и этого не получаешь. Долго-долго просишь, и это у тебя не происходит. И иногда в том или ином случае может прийти какое-то отчаяние, уныние, и ты можешь подумать, ну, а сколько еще я должен просить? Или, скажем, ты попадаешь в какую-то трагическую ситуацию, и с тобой происходит то, что не происходит с другими людьми. Тебе больно, тяжело, трудно. Да, многие какие-то вещи с тобой могут произойти, и ты можешь отчаяться, и потерять эту самую надежду. Не всегда как бы действует такое, что вот что-то должно привести тебя к каким-то внутренним преобразованиям. Почему так? Действительно, наша жизнь трагична по своей сути, потому что многое изменено грехом. И прожить здесь, не быв равнодушным, спокойно не получится. И, конечно, Господь приходит для каждого из нас, чтобы нас поддержать в трагичности этой жизни и быть с нами, несмотря ни на что, потому что Он Сам пережил самые трагические минуты собственной жизни. Казалось бы, Он был лучшим другом, лучшим советчиком, не знаю. Рядом с Ним было тепло, уютно и хорошо. Люди ходили с Ним годами. Но как только, как только Он оказался пред лицом своей такой трагедии, как только Он оказался пред лицом смерти, креста, ученики оставили Его. Это действительно, наверное, больно, тяжело ему было в тот самый момент. И, конечно, каждого из нас он утешает. Есть такая, знаете, еврейская поговорка о том, что вот ты просишь, и кому-то дается сразу. Господь говорит, да, вот тебе, пожалуйста. Ты просишь, проходит время, Он смотрит на твое желание, и потом говорит, да, ты просишь, и Он долгое время не дает тебе, и в конце концов говорит, нет, а говорит, ты предназначен для лучшего. Но как трудно бывает вот в это поверить, перешагнуть через свое какое-то внутреннее «я». да, перешагнуть через самого себя и поверить в эту надежду. И как важно бывает, когда рядом с нами находится кто-то, кто в нас верит, кто действительно по-настоящему дает нам возможность поверить в то, что все возможно, поверить в мечту. Это очень важно, перешагнуть через свое «я», через свой такой греховный индивидуум. Митрополит Антоний Шурышкий говорит о том, что в этом-то и заключается наша с вами борьба, наш с вами путь. Не самоутверждаться за счет другого человека, а наоборот, научиться поддерживать и быть вот таким, который верит в другого. Вы представляете, если каждый из нас начнет этот путь? Рядом с каждым из нас появится такой человек, который будет верить в нас, а мы в него. Потому что он начал этот путь, перешагнул через это свое «я». Дал возможность другому быть человеком в этом мире трагическом. Тебе действительно нужна поддержка каждого из нас, каждому из нас. Без нее просто никуда. Даже сам Христос просил своих учеников побыть с Ним, когда молился. Ему было это важно и нужно. Он просил, но они не исполнили Его просьбу. И в этом, конечно же, трагедия. Ты надеешься, ждешь, ты просишь, и, кажется, все тебя оставили. Но есть тот, кто не оставляет тебя никогда, потому что он каждому из нас сказал, я с тобой до скончания века. Я с тобой. Там написано, я с вами, но это значит, я с тобой. Я не оставлю тебя. Но чтобы это почувствовать, надо перешагнуть вот это свое «я». Вот что говорит Антоний Сурожский про это «я». Я, индивидуум, себя утверждает, себя противополагает, отвергает и отрицает другого. Я, индивидуум, не хочет видеть себя таким, как он есть, потому что стыдится и боится своего безобразия. Я, индивидуум, не хочет быть реальным, потому что быть реальным значит стать предсудом Бога и людей. В этом огромная проблема каждого из нас. Я это знаю сам по себе и о чем говорить. Как больно открываться, как больно надеяться, что этот или другой человек тебя не предаст, а потом сталкивается с тем, что он уходит. И это действительно трагедия. Но возможность прощать у нас никто не отнимал. Возможность давать другим людям приходить в твою жизнь никто не отнимал. Этого отнять невозможно. Я могу перешагнуть через это свое «я». Конечно, без его помощи никак не получится. Никак не получится. Может, поэтому он и не дает мне многие вещи, говоря о том, ну ты возьмешь, а дальше что? Тебе в конце будет больно, трудно, тяжело. Ты упадешь, и я не могу на это смотреть. Ты же ведь погибнешь. А ты так хочешь, хочешь все ради себя. Зачем тебе это? Я жалею тебя. Я люблю тебя. Я не могу дать тебе это. Но я этого не слышу, потому что мне очень хочется, чтоб это у меня было, или это у меня было. А я не готов. Появляется другой рядом со мной человек, и я не вижу, что он хочет, что он говорит. Я не слышу его, но мне так приятно, удобно самоутверждаться, повышать свою самооценку. и я еще больше запутываюсь. И Господь не дает мне этого человека. А с другой стороны, появляется то обстоятельство, которое мне неудобно. И Господь говорит, вот научись, пожалуйста, я даю тебе возможность научиться отдавать, научиться терпеть, научиться быть по-настоящему тем рядом, с кем будет тепло. Я говорю, не, не надо мне, спасибо. Я вот, у меня есть свой план на все жизненные обстоятельства. Я так выстрою, и будет все хорошо. Ну, разве он может? Я вот думаю всегда о своих детях, всегда. Вот я ли, могу ли я им дать, что плохое? Я несовершенный, грешный человек, невоздержанный, да и много чего на моем сердце есть такого, что, наверное, должно быть подвергнуто порицанию. Но даже я, несмотря на это, люблю их, и я не могу дать то, что разрушит их жизнь. Да я потом сам не смогу жить. Как я смогу жить? Видя то, что я им даю. А разве Бог, которым нет вот этого, что есть во мне, может так поступать с каждым из нас? Он хочет, чтобы мы научились любить, хочет, чтобы мы научились дружить, хочет, чтобы мы были счастливы. Вот, что Он хочет. Не погибели, а жизни каждому из нас, чтобы мы были живыми по-настоящему. И может, поэтому сразу многое, что не дается, чтобы мы подумали, поразмыслили о том, а нужно ли это, по большому счету? Надо ли это мне? Что я с этим сделаю? Как я поступлю? Ведь очень важна и ответственность какая-то. или я готов взять на себя эту ответственность и остаться до конца с этим человеком, или в этом деле, или в этих обстоятельствах. Я готов принять на себя этот груз, который бывает действительно тяжел, но который научит меня по-настоящему быть человеком, несмотря ни на что. научит быть живым, несмотря ни на что, радоваться, печалиться, терпеть свои поражения, возможно, вставать в этих поражениях, надеяться там, где и нет надежды. Ведь всегда и с детьми так. Мало ли, что они творят, а эта надежда тебя не оставляет. что вот сейчас вот это поможет им стать по-настоящему людьми. Давайте не оставлять вот эту надежду. И быть друг с другом, несмотря ни на что, дарить друг другу тепло, как мы можем. И вот эту надежду, которую дарует нам каждую секунду нашей жизни сам Христос. Аминь.